Книга «Открытым оком. Тема священства». Том 14. Вопрос 2886. У меня вопрос очень серьезный и глубокий. В полном смысле слова. Если в зарубежье церкви или Московской Патриархии настоящее время архиереи-бессеребренники, уточняю, что я имею в виду, то есть архиерей не берет ни копейки. Допускаю трапезы после службы ни в виде праздничных, ни на день ангела своего, то есть который полностью довольствуется только своей зарплатой и определенными епархиальными взносами. И даже не берет он сду ни за награду священнослужителей, ни в виде благодарности после награды. Даже благочинный не собирает никаких поборов, то есть ничего и ни копейки, кроме своей зарплаты. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что за в виде праздничных? Это побор, есак на праздники, когда архиерей приезжает в какой-то приход? В чем конкретно это выражается и кто собирает? Наш епископ Евтихий Курочкин РПЦЗ за 10 лет никогда и никак не делал сборов денег. Никогда. Мы все платим десятину батюшке в руку, даже без учета по совести, а он уж дает архиерею. Содержать епископа нужно пастве и епископ не должен бедствовать. Установите святую десятину. Книга чисел 18.21. А сынам Левия, вот, я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. 2 Парльпоменон 31.6.8. И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их. И наложили груды, груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли зеки и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. Наград церковных никаких не должно быть в этой жизни. Это все дымное надмене мира от происков врага. Награда – это удары за проповедь. Истинное вознаграждение будет только в вечности. 2 Тимофею 4.8. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Матфея 10.41. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. А тут получается, что человек уже получил, а иногда эти награды есть. Лишь лишнее свидетельство того, что этот батюшка драконом прогибался перед семиглавым змеем, угождал вышестоящим архиереем и уполномоченным. Его надо драть, выгонять, а он обвешался погремушками, церковными наградами, митрой, крестами с украшением. Крест один – страдания за Христа. День ангела. Награда должна быть ангелу, а не тому, кого ангел хранил. Если архиерею представить все его упущения за год, то ему место может только в аду и будет, и кочергой по лбу от черта рогатого. С архиереями мало знаком. Но про нашего могу сказать, что нас он ни разу не теребил, ничего не требовал, и отныне очень простой, и с нами за одним столом вместе. Простите, ничего не требовал, и он ныне очень простой, и с нами за одним столом вместе. Гуляем по полям, беседуем весь день. И овечек пасли вместе с ним, лежали на копне сена, были бессеребренниками апостолы. У Павла были огромные средства в руках. 2 Каифеном 8.20 Остерегаясь, чтобы нам не подвернуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Но через Павла люди только перекачивали деньги в утробы бедных. 1 Каифеном 16.2 В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояния, чтобы не сделать сборов, когда я приду. 2 Каифеном 9.5 Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. 3 Каифеном 16.3 У апостола Петра и у других были огромные средства в руках, но они их тратили на нужды церкви, на бедных. 4 Каифеном 16.4 Деяние 4.35-37 «И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавую, что значит сын утешения, левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес за деньги и положил к ногам апостолов». Не бойся, стадо малое, изрек спаситель, утешая малодушных, теперь ту фразу вдоль и поперек, и ретики мусолят, прожужжали уши. Какое стадо? Кто у них пастух, когда не овцы, а шальная свора? То старостильные монастыри для двух, раскольники, два отщепенца вора. Здесь утешение для любых адептов, которых первоклашка перечтет. Здесь в резервации два попугая в клетке, самоуважение в фразе той почет. Не бойся, стадом малое шумит трухлявый вождь, а с ним одна старушка. Народец малый заполняет СМИ и прячется от страха друг за дружку. Под малым стадом легион зверя, их шерсть горбом, как будто динозавры, и за слова Христа хватаются не зря, самоутверждаясь на пустое завтра. Быть стадом во Христе, увы, непросто, и отвечать всем качествам овцы совсем не пчелы воровские осы, не меда и не воска ужалющие осы. Не бойся стать овцой у Иисуса, оставить волчьи норов и непослушание. Где блеяние, там волчьих нет укусов, там слушают Христа и сердцем, и ушами. По отношению к волкам нас очень мало, как капля по сравнению с волной. Враги Христа хвататься цепко стали за те слова, идя на всех войной. Не бойся, выполнима с Иеговой. К словам Христа трусливым путь заказан. Бояться Библии, послать всех в ад готовы. Чесоточных овец огонь обеззаразит. 2 декабря 2005 год, Игнатий Лапкин.